В настоящее время существует достаточно большое количество платформ для проведения как таргетного, так и полногеномного секвенирования, и основные платформы, наиболее значимые, мы рассмотрим в сегодняшней лекции. Это платформа РОЖ-454, предлагающая секвенирование с помощью так называемого метода пиросеквенирования, которые были разработаны в 2005 году. Технология СОЛИД, позволяющая секвенировать ДНК путем легирования, внедренная в 2006 году в практику. Компания Иллюмина предлагает секвенаторы, позволяющие определять нуклеотидную последовательность ДНК путем синтеза, и данная технология была внедрена в 2006 году. Технология Айн Торрент представляет собой технологию полупроводникового секвенирования, она была внедрена в 2010 году. Компания Pacific Biosciences предложила технологию секвенирования единичной молекулы ДНК в реальном времени, и технология эта была внедрена в 2011 году. Компания Oxford Nanopores предложила технологию секвенирования с использованием Nanopore. Это самая новая технология, которая была внедрена в 2014 году. Итак, давайте рассмотрим эти технологии немного подробнее. Начнем с технологии Roche 454. Компания Roche на данный момент перестала продавать эти секвенаторы, однако они все еще применяются, и поэтому давайте разберемся, в чем же заключается основной принцип предлагаемого метода пиросеквенирования. Для реализации этого метода компания выпустила две платформы – это FLX, систему FLX и систему Junior. Они отличаются количеством производимых данных и немного отличаются длиной прочтения. Система FLX – это более мощная система, она позволяет получать больше данных, то есть около 700 мегабас, а система Junior – это такая более простая и легкая система, так называемого настольного секвенатора, которая позволяет получать порядка 35 мегабас. В основе секвенирования с использованием платформы 454 заключается технология пиросеквенирования. Для того, чтобы начать секвенс, ДНК необходимо фрагментировать. Далее к молекулам ДНК пришиваются адаптеры с обоих концов. После чего нити ДНК денатурируют и прикрепляют к бусинам для амплификации. Амплификацию проводят на поверхности бусин в капле масла. Процедура эта называется эмульсионная ПЦР. Реакцию амплификации проводят таким образом, чтобы к каждой из бусин присоединилась всего лишь одна молекула ДНК, и в результате ПЦР сформировалось достаточно большое количество ее клонов. И мы видим на слайде, как в результате ПЦР на некоторых бусинах сформировалось достаточно большое количество клонов ДНК, а на некоторых ничего не сформировалось, потому что нити не присоединились и ПЦР, соответственно, не прошла. После проведения эмульсионной ПЦР бусины помещают на определенную плашку, каждый из них располагается в своей лунке, и начинается процесс секвенирования, который заключается в следующем. Процесс секвенирования начинается с присоединения праймера и удлинения нити ДНК. Во время удлинения синтеза нити ДНК происходит присоединение того или иного нуклеотида, и в случае, если он присоединяется, в результате реакции высвобождается свободный пирофосфат. В результате того, что в реакционной смеси присутствуют ферменты сульфурелаза и люцифераза, происходит высвобождение кванта света, который детектируется камерой секвенатора. При соединении нуклеотида преобразуется световой сигнал, и по интенсивности свечения определяет, какое же количество нуклеотидов присоединилось. Если к молекуле ДНК присоединяется один тип нуклеотида, то высота пика, которая равнозначна интенсивности свечения, является относительно небольшой. В случае, если присоединяется два нуклеотида, то интенсивность становится выше, если три, то интенсивность четыре, то интенсивность будет еще выше. Таким образом, по интенсивности свечения, зная, какие нуклеотиды на данный момент подавались в реакцию и какие из них включились, а какие нет, можно определить первичную последовательность молекулы ДНК. Технология, предлагаемая компанией IonTorrent, полупроводниковое секвенирование, чем-то похожа на технологию 454. Компания IonTorrent точно так же предложила два секвенатора, один из которых настольный, PGM, а второй IonProton более мощный, позволяющий получать большее количество данных. Библиотеки готовятся точно так же, как и для технологии 454. ДНК фрагментируют сначала, далее прикрепляют адаптеры, проводят эмульсионную ПСР на поверхности бусин, а далее проводят секвенирование. Секвенирование основано на следующем принципе. Во время синтеза ДНК с помощью полимераза в реакционную смесь последовательно подаются нуклеотиды, каждый раз разные, и в случае, если они встраиваются в растущую цепь, высвобождается ион водорода, что приводит к изменению кислотности среды. Очень точный PH-метр измеряет и таким образом детектирует, включился тот или иной нуклеотид или не включился, и восстанавливает первичную последовательность ДНК. Если нуклеотид не включается в растущую цепочку, то PH-среды не меняется и таким образом ничего не детектируется. Если же в последовательность ДНК включается одновременно несколько идентичных нуклеотидов, то, соответственно, и PH меняется несколько сильнее, и пик, который мы можем заметить, намного выше, чем пики при включении единичного нуклеотида. Еще одна платформа, которую мы рассмотрим, это платформа Solid, представленная компанией Life Technologies в 2006 году. Она интересна принципам работы секвенатора, а именно для секвенирования ДНК используется легирование олигонуклеотидов. Технология является очень точной, однако длина прочтения, которую она обеспечивает, очень короткая. Для того, чтобы провести секвенирование, необходимо фрагментировать ДНК, провести легирование адаптеров и эмульсионную ПЦР, а далее проходит сама реакция легирования. Вот на данном слайде мы видим основной этап провоконготовки. ДНК фрагментируется, адаптеры легируются, после чего происходит эмульсионная ПЦР на поверхности определенных бусин. Бусины после проведения ПЦР распределяются на поверхности плашки. Реакция секвенирования начинается с того, что к одноцепочечной молекуле ДНК присоединяется праймер, а далее последовательно происходит легирование олигонуклеотидов, которые имеют специфично связывающийся динуклеотид на 3 штрих-конце, и несколько нуклеотидов на 5 штрих-конце, которые способны связываться с ДНК неспецифично. Кроме того, на 5 штрих-конце каждый олигонуклеотид несет один из четырех флуорофоров. Если происходит реакция легирования, то есть происходит специфическое связание двух нуклеотидов на 3 штрих-конце, и легаза сшивает праймер и олигонуклеотид в единую цепь, происходит отщепление флуорофора с 5 штрих-конца, и детекция флуоресцентного сигнала. Далее происходит аналогичное присоединение олигонуклеотидов и определение нуклеотидной последовательности нити ДНК. Однако, как мы можем видеть, специфическое связание происходит только двух нуклеотидов на 3 штрих-конце. А три другие нуклеотиды, которые остаются после отщепления флуорофора, связываются неспецифично. И последовательность ДНК, с которой они связались, мы не можем определить. Что же нужно сделать для того, чтобы прочитать последовательность ДНК, с которой связались неспецифичные нуклеотиды? Необходимо использовать праймер на один нуклеотид короче. То есть, после проведения первого раунда секвенса происходит отсоединение синтезированной нити ДНК, присоединяется новый праймер, который короче первого на один нуклеотид, и далее происходит аналогичным образом гибридизация и легирование соответствующих нуклеотидов. Также происходит и третий раунд секвенирования, но для него используется праймер, который короче первого на два нуклеотида. Потом проводится еще один четвертый раунд секвенирования с использованием праймера, который короче на три нуклеотида, чем первый. И происходит заключительный пятый раунд секвенирования, для которого применяется праймер, еще более короткий, и он на четыре нуклеотида короче праймера, использованный на первом раунде. Таким образом, мы видим, что секвенирование каждого нуклеотида в молекуле ДНК происходит дважды, и это обеспечивает высокую точность этой технологии. Однако длина прочтений является очень небольшой. Стоит отметить, что рассмотренные нами технологии обеспечивают прочтение библиотеки с одной стороны. Только с одной стороны прочитывается фрагмент ДНК. Технологию, которая применяется для секвенирования с помощью платформ, представляемых компанией Illumina, обеспечивает секвенирование библиотеки ДНК с обеих сторон. И если наша библиотека достаточно короткая, то нуклеотиды прочитываются два раза. На данном слайде мы видим платформы для секвенирования геномов, предлагаемые компанией Illumina. Настольный секвенатор MySec, позволяющий получать до 15 миллиардов пар нуклеотидов за один запуск. Это секвенатор NexSec, который позволяет прочитать около 120 миллиардов нуклеотидов за один запуск. И секвенатор HiSec, имеющий самую большую производительность, более 1000 гигабас за один запуск и более 4000 миллионов прочтений. ДНК-библиотека, которая готовится для секвенирования платформы Illumina, выглядит следующим образом. Это фрагменты ДНК, которые мы анализируем, к которым легируются адаптеры, а также индексы с двух сторон разные, либо одинаковые. И еще один адаптер для амплификации геном библиотеки. Технология секвенирования, предлагаемая компанией Illumina, несколько отличается от рассмотренных нами ранее. После подготовки легирования адаптеров, индексов и праймеров к ДНК, библиотека гибридизуется на поверхности проточной ячейки, связывается с олигонуклеотидами, которые там заранее расположены. И в результате бридж-ПЦР происходит генерация кластеров. После этого происходит секвенирование путем синтеза, и в результате секвенирования подаются последовательные нуклеотиды, которые, если присоединяются к растущей нуклеотидной цепочке, то можно детектировать световой сигнал. Если они не присоединяются, то, соответственно, сигнала никакого нету, и камера ничего не детектирует. Вот на слайде более подробное описание самой процедуры. Сначала готовятся библиотеки, к молекулам ДНК пришиваются адаптеры. Далее в библиотеке молекулы ДНК денатурируются, и одноцепочечные нити ДНК связываются с поверхностью проточной ячейки, после чего происходит этап амплификации с помощью так называемой бридж-ПЦР, мостиковой ПЦР. Это приводит к формированию большого числа кластеров. И в формировании большого числа кластеров, то есть увеличение количества копий конкретных нитей ДНК, усиливает сигнал на этапе секвенирования, и в случае, если присоединяется олигонуклеотид, происходит параллельно секвенс одновременно большого количества библиотек, и в случае, если присоединяется какой-то нуклеотид, то сигнал достаточно сильный, и лазер возбуждает сигнал, позволяет камере детектировать его. В случае, если нуклеотид не присоединяется, то, соответственно, никакого детекции сигнала не происходит. Это позволяет программному обеспечению в дальнейшем формировать файлы с нуклеотидными последовательностями, и что дальше позволяет нам уже работать с ними. Редактор субтитров А.Семкин